Легендарную боевую машину «Катюша» воссоздают в Могилёве. За сложную работу взялись преподаватели Агролесотехнического колледжа. Они сами сделали чертежи, изучили особенности вооружения. Теперь, когда начались каникулы, учителя пропадают в мастерских. Главная задача — максимально достоверно воссоздать машину в натуральную величину. Когда «Катюша» будет готова, её установят в местном музее под открытым небом. Подробности в следующем сюжете. Легендарную «Катюшу» преподаватели восстанавливают, что называется, по картинке. Консультировались у историков, читали форумы в интернете. Так появились чертежи. После долгих поисков материалов с этим помогло одно из предприятий. И работа закипела. Здесь сымитировали мы прицел из подручных средств. В реальности это всё поднималось вверх. Сама установка поворотом вот этой рукоятки. Мастера разделились на группы. Одна занялась кабиной, другая взялась за ходовую, третья восстановила систему залпового огня. В основе боевой машины база шасси «ГАЗ-52». Всё остальное от корпуса до обшивки делают сами. Из инструментов лишь сварочный аппарат, дрель, шуруповёрт и вульф. Для профессиональных автоконструкторов такой скромный набор покажется фантастикой. Когда начала получаться складываться картина, когда уже видишь, что вот оно всё, и постепенно обрастает деталями, тогда становится интересно уже и в принципе не особо-то и сложно. Боевая машина практически готова. Осталось сделать бампер, обшить деревом кабину и покрасить. Когда мастера завершат работу, Катюша займёт место в военно-исторической экспозиции под открытым небом. Её в колледже начали собирать пять лет назад. Воссоздали немецкий ДОТ и также по чертежам сконструировали военную технику вермахта. Здесь всё так, как было 75 лет назад. Так сложилось, что как раз вдоль территории колледжа в 44-м стояли вражеские укрепления. Сначала от них, как от страшной памяти, хотели избавиться. Но отставив в сторону эмоции, ДОТ откопали и восстановили. А вместе с ним и историческую справедливость. Каждый год 28 июня учащиеся повторяют подвиг лейтенанта Мельнова. Он стал героем, выбив фашистов из укрепления. Как символ победы в этой битве – воронка возле подбитой немецкой пушки. У меня учатся такие же ребята в возрасте 19-20 лет. Такие были в 44-м году, в июне месяце. Это лейтенант Мельнов и его разведгруппа. И чтобы то поколение, которое обучается в колледже, в это время себе представило, что было тогда. И кто именно сделал то, что мы сегодня есть. Теперь пришел черед показать всю мощь Красной Армии. Уже забетонированы 19 площадок. На каждой будет стоять военная техника. Первые образцы – однофарный ЗИС-5 и зенитка – уже готовы. Их также с нуля собрали местные мастера. Мы взяли из основы базу ГАЗ-52, то есть рама. Рама, колеса, мосты. С деревянными конструкциями нам помог Могилевский лесхоз. И ребята с преподавателями, мастерами на занятиях сделали вот такую машину. Будет здесь и советский бомбардировщик, и знаменитый танк Т-34. Конечно, своими руками собрать все не получится. Поэтому сейчас, чтобы пополнить музейную коллекцию вооружений Великой Отечественной войны, сотрудники колледжа ведут переговоры с разными ведомствами, в том числе и за рубежом. Полностью завершить экспозицию хотят к 75-й годовщине Победы. Константин Глубокий, Елена Соловьева, Владимир Недобоев. Наши новости ОНТ.